Здравствуйте! В эфире телеканал ЖТУСУ. Выпуск новостей. В студии работает Гульмира Тимиргалеева. Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. Доступность и прозрачность. В Ильичском районе провели капитальный ремонт здания Межрайонного управления по противодействию коррупции по Южному региону. В торжественном открытии приняли участие глава Алматинской области Амандык Баталов и председатель Агентства Республики Казахстан по делам Государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпикпаев. Курс на открытость и доступность. Обновленное здание Межрайонного подразделения выполнено в формате Open Space, что свидетельствует об открытости и доступности борцов с коррупцией. На капитальный ремонт из бюджета было выделено 347 миллионов тенге. Здесь расположены отделы мониторинговых групп и проектный офис ЖИТСУ Адалдыхалана. Мы создаем для граждан все комфортные условия. К примеру, если придут с детишками, здесь есть детский уголок во благо общества. И дальше будем стараться улучшать коммуникацию с народом и действовать исключительно во благо развития. На прозрачность и обратную связь нацелен также и сервис Накимат Ильейского района. Здесь по принципу одного окна функционируют отделы архитектуры, социальных программ и еще девяти сфер. Благодаря слаженной работе руководства области и районов, деятельность региональной антикоррупционной службы и сервисного Акимата удостоились высокой оценки Алика Шпипаева. Также в ходе рабочего визита глава антикоррупционного ведомства от лица южнокорейских партнеров агентства передал два аппарата концентраторов детской региональной и центральной больницами Ильейского района. Большое спасибо, что сегодня вот такую приятную миссию организовали. Большая часть она уже до этого пришла, но вы еще раз дополнительно это все сделали. Мы признательны вам. Елеман Раймбеков, Аманжол Жанкешев, телеканал ЖИЦУ. Человек творчества. Общественность Алматинской области отмечает 70-летний юбилей общественного деятеля и члена Союза писателей Республики Казахстан Жумабая Шаштайулы. За свою жизнь автор выпустил огромное количество работ. В свое время он трудился редактором в газетах «Ленин Шинжас», «Социалисты Казахстан», «Жас Алаш», «Казах Адебиета». Был главным редактором международного журнала «Заман Казахстан». С 2002 года занимает должность директора «Казахрадио». В юбилей Жумабая Шаштайулы его поздравил президент Республики Казахстан. Касым Жумар Тукаев отметил бесценный вклад писателя в культурное развитие страны. Теплые слова пожелания главы государства передал Аким Алматинской области Амандык Баталов. Более 400 тонн продуктов привезли сельхозтоваропроизводители Алматинской области на расширенную ярмарку в Алматы. Свою продукцию представили фермеры из Талдыкургана, Текили, Капшагая и 17 районов области. На открытии осеннего сезона сельскохозяйственной ярмарки побывала и наша съемочная группа. В этом году расширенная ярмарка проходит сразу в двух районах мегаполиса – на площади Астана и на территории концертного зала Алатау. Алматинцам и гостям города предложено более 50 наименований продукции общим объемом свыше 400 тонн. Мясная продукция, свежая рыба, мед, натуральные овощи и фрукты здесь продаются на 10-15% дешевле рыночной стоимости. По сложившейся традиции Алматинская область проводит сельскохозяйственную ярмарку, которая у нас проходит ежегодно. Мы привезли продукцию, которая была только убрана с наших полей на общую сумму 130 миллионов тенгер. «Хотелось бы поблагодарить Акимат города Алматы, потому что все эти условия были созданы для наших сельхозпроизводителей. Эти лотки, все это оформление, также все это соблюдение санитарных норм, вы видите разметки. Все это нам помогли из администрации Акимата города Алматы. За что им большое спасибо». Обеспечение горожан качественными продуктами по доступной стоимости и стабилизация цен – основная цель сельскохозяйственной ярмарки. К примеру, сегодня говядину здесь можно приобрести по 1700 тенге за килограмм. Цена на картофель начинается с 70 тенге, а килограмм огурцов обойдется в 200 тенге. Производители рассчитывают, что за два дня реализуют свою продукцию на 90%. «Я представляю продукцию Лепсинск, мед. Это экологически чистый продукт, наш. Сорт горной разнотрави в составе разновидности трав и лекарственных растений. Тут для пробы можно будет взять такую маленькую баночку, 23 грамма 300 тенге стоимости. Так, если в килограммах, считать 2 килограмма 9300». Основными продуктами питания Алматинская область обеспечивает себя практически полностью. По 10 видам, в том числе мясной и молочной продукции, на 100%. Еще по 5 наименованиям на 90%. Также ведется большая работа по инвестпроектам, расширяются промышленные зоны. Заместитель Акима Алматинской области Серик Турдалеев отметил, что спрос на сельскохозяйственную продукцию есть всегда. Поэтому производители должны принимать активное участие в таких мероприятиях. В связи с всеобщей пандемией посетителям ярмарки необходимо соблюдать строгие санитарные требования. Носить маски, соблюдать дистанцию и пользоваться антисептиками. Стоит также отметить, что уже на следующей неделе свою продукцию готовы представить аграрии из Туркестанской и Жамбулской областей. Аделя Кжаркенова, Ербол Атантелов, телеканал ЖИЦУ. Под крышей дома своего. Грандиозное новоселье в областном центре состоялось в день города Талдыгурган. Заветными квадратными метрами обзавелись дети-сироты, инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи, а также вкладчики жилстрой Сбербанка. Торжественное вручение ключей прошло в коттеджном городке Береке и в микрорайоне Кухтем. Радость вместе с счастливыми новоселами разделил мой коллега Ануар Амангельдинов. Обеспечение граждан доступным жильем является одной из приоритетных задач руководства области. Большой акцент делается в поддержку социально уязвимых слоев населения. В этом направлении в регионе идет реализация ряда масштабных проектов. Один из крупнейших – коттеджный городок Береке. Всего по плану здесь расположится 620 домов. В прошлом году в эксплуатацию сдали 157 коттеджей. В этот раз новоселье отметила 71 семья. От всей души я хочу поздравить днём города. Желаю счастья, здоровья, благополучия. Еще параллельно хочу поздравить наших жителей, горожан, которые получили ключи по генплану. Нами начато строительство школы на 1200 мест, площадка для детей. И завершаем строительство именно аллеи. В этом году мы аллею и спортплощадку завершаем. Кроме этого, на сегодняшний день разработан эскиз и проектов документация. Землю мы уже выдали под строительство мини-торгового дома. Она тоже в этом году будет начата. К весне планируем его завершить. Вот такая работа проводится именно по коттеджам городков. Одно из первых ключей от нового коттеджа получила Рабига Аликеева. Для Талдыкурганки день города ознаменовался двойным праздником. Помимо новоселья, мать 11 детей отмечает свой 73-й день рождения. Улыбка с лица просто не сходит. В очереди на жильё Рабига Аликеева стояла долгих 15 лет. И вот она обрела заветные квадратные метры. Спасибо большое Ельбасы, президенту страны и Акиму Алматинской области. Благодаря их кропотливой работе моя мечта сбылась. Радостна ещё и от того, что это случилось в мой день рождения. Сегодня я получаю множество поздравлений. Очень приятно. От себя хочу всем пожелать здоровья, счастья и благополучия. Желаю, чтобы наш народ жил в достатке и все беды обходили страну стороной. Пусть каждый казахстанец обретёт собственное жильё. Обрести собственные квадратные метры мечтала и Алия Оразгалиева. Чтобы достичь заветной цели, на протяжении 7 лет Талдукурганка копила средства жилстрой Сбербанки. И вот, благодаря программе Нурлежер, мечта женщины сбылась. Теперь она обладательница собственной трёхкомнатной квартиры в микрорайоне Коктем. Больше всего Алию радует местоположение дома. Я очень рада, что мы получаем квартиру именно в этом районе. Потому что это, на мой взгляд, самый благополучный на сегодняшний момент в городе район, где всё у нас рядом, вся инфраструктура. У меня сын на данный момент уже учится в данной школе, которая очень близко рядом находится. Потом рядом у нас есть дворец школьников, дальше дворец спорта. Возрам театр здесь находится, рядом у нас и родственники живут. Поэтому я считаю, что это очень удобный район во всех смыслах. Помимо Алии, ключи от новых квартир получили 59 человек. Всего в день города Талдукурган на Василии отметила 131 семья. До конца года местные власти планируют сдать в эксплуатацию 48 коттеджей и два 60-квартирных дома. Сразу пять жителей областного центра удостоились звания почётного жителя Талдукургана в день города. Дворец торжеств, в стенах которого проходило празднование яркого мероприятия, посетил и наш корреспондент Рустам Аралбаев. Заслужить звание почётного гражданина – одна из высших наград для каждого жителя города. Сегодня в рамках празднования Дня Талдукургана сразу пять его жителей удостоились этого звания. Рахамбек Турендинов, Валерий Сапожников, Хабдула Ибраимханов, Ольга Богданова и Макен Нурмухамбетова отныне являются почётными гражданами нашего города. Наш театр открылся в 1975 году. Я пришла через год. И так уже 44 года я работаю в этом театре. Из рук Акима города я сегодня получила звание почётного гражданина. Огромное спасибо. Талдукурган для меня самый чистый, самый приятный и красивый город. Я побывала во многих городах, но такого, как наш, не видела нигде. Искренне поздравляю всех жителей с Днём города. Особое внимание уделили также работникам здравоохранения, чей неустанный труд на благо здоровья населения помогал и продолжает оказывать поддержку в борьбе с коронавирусом. 16 работников медицинских учреждений стали счастливыми обладателями собственного жилья в День города. Я врач-реаниматолог многопрофильной городской больницы. Работаю уже полтора года. До этого мы снимали квартиру с семьёй. У нас двое детей, жена тоже медик. Сегодня у нас радостный день. Мы получили квартиру из рук Акима города. Для нас это большая радость. Мы очень рады, что в такой момент медиков, государство, все общество поддерживают. Я молодой врач, врач-педиатр, второй поликлиники города Талдыкурган. В День города получила квартиру. Я очень рада. Я благодарю здравоохранение Акима области за такую заботу. Мы очень рады. У меня муж тоже медик, тоже врач. Теперь мы вместе получили квартиру. Мы очень рады. Торжественную церемонию возглавили заместитель Акима области Рустам Али и Аким нашего города Галмжан Абдраимов. В завершении мероприятия на радость гостей выступили местные знаменитости. Рустам Араубаев, Абла Кутхпай, телеканал ЖИЦУ. 86 пожаров зарегистрировано в Алматинской области с начала текущего года. Примечательно, что львиная доля возгораний происходит именно в дачных массивах. Только за последнюю неделю на Красном Камне зарегистрировано два факта. Для недопущения дальнейшего роста чрезвычайных происшествий с сотрудниками регионального ДЧС произведен подворовой обход населения. Более подробно расскажет мой коллега Дамир Анитов. Уже по традиции, каждые выходные сотрудники спасательных служб региона на вахте. Так и сегодня, совместно с волонтерами движения «Лидер КИЗ» был проведен обход дачного массива «Красный камень». Спасатели разъяснили гражданам правила правильной эксплуатации печи и раздали листовки с ценной информацией. Уважаемые жители дачного общества «Красный камень», Управление подвергшаемым ситуациям города Сталикурган напоминает вам обязательное требование нормы правил пожарных запасов. При эксплуатации печного отопления не допускается. Попить топливом, не предназначенным для этих видов печей. Печку делаю, каждый сын через два года вот эту меняет. Ну, напоминание, это хорошо, что напоминает. Спасибо за это, что приходит, посмотрит. Все это самое. За это благодарность. В рамках акции «Вместе за пожарную безопасность» у въезда в дачный массив на протяжении всего дня сотрудниками ДЧС региона проводятся общественные приемные. Любой желающий может проконсультироваться у квалифицированного спасателя. Основное количество пожаров у нас произошло на территории дачного общества «Красный камень». В связи с этим Управлением подчеркновения ситуаций в городе Талкурган совместно с местными исполнительными органами сегодня организована акция «Вместе за пожарную безопасность». Основными причинами возникновения пожаров на сегодняшний день является нарушение правил эксплуатации отопительных печей на твердом топливе и нарушение правил эксплуатации электротехнических приборов и электропроводок. Всего в этот день спасатели обошли порядка 340 домов дачного массива. Подобные рейды будут проводиться еженедельно. Отопительный сезон только стартовал. А значит, работы у сотрудников департамента ПЧС предостаточно. В Талкургане произошло возгорание старых шин неподалеку от автозаправочной станции. Около 3 часов дня 10 октября на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании новостоя. На место происшествия незамедлительно были брошены 10 сотрудников службы пожаротушения и 3 единицы техники департамента ПЧС Алматинской области. По прибытию на место происшествия было установлено, что пламя охватило 100 квадратных метров. Горели автошины, мусор и сухая трава. Благодаря слаженной работе противопожарной службы возгорание было ликвидировано за полчаса. 14 часов 58 минут поступило сообщение о загарянии сухого травостоя по адресу микрорайон Восточный возле дома номер 16. По прибытию было установлено, что на территории магазина Коктерек в результате загорания сухого травостоя произошло загорание БУ резин. Данное загорание было ликвидировано 15 часов 33 минуты. Жертв и пострадавших нет. Причина загорания устанавливается. В Талдыкурганском дворце школьников прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню профсоюзных организаций. В числе посчетных гостей руководители учреждений образования и председатели профсоюзных организаций. Всем собравшимся вручили ценные подарки и благодарственные письма. Не забыли и о ветеранах отрасли. Их удостоили нагрудными знаками почета. Данное мероприятие – дань уважения тем, кто вносит свою лепту в развитие просвещения народа. По словам организаторов торжества, почтение к работникам сферы образования и науки способствует повышению их престижа и авторитета. На сегодняшний день в областном профсоюзе действуют 7 районных и 2 городских филиалов образовательных учреждений, 1 ВУЗ. Около 27 700 членов профсоюза. Наша главная обязанность – защита их прав и интересов. Как нам известно, сейчас выходит новый закон о статусе учителей. В рамках этого нововведения мы стараемся приложить все усилия для повышения статуса преподавателей. Из уст в уста. Почетные ветераны образования преподали урок молодым учителям Алматинской области. Педагоги более чем с 30-летним стажем поделились бесценным опытом и рассказали о своих методах преподавания. По словам Корифеев, для организации четкого и слаженного учебного процесса необходимо наладить хороший контакт с каждым учащимся. А для того, чтобы стать признанным работником образования, необходимо систематически проходить курсы повышения квалификации и всесторонне развиваться. К тому же у нынешних учителей для саморазвития имеются все возможности. Для этого руководство области создает самые благоприятные условия, подчеркнули собравшиеся. Всего в мероприятии приняли участие более 30 человек. В завершении встречи представители Управления образования области вручили учителям благодарственные письма и ценные подарки. Я рассказала основные направления учителей, на что должны обращать молодые учителя, чему они должны научиться в жизни, чтобы стать авторитетными не только среди учителей, но самое главное среди народа. Народ должен уважать учителя. Он должен знать, что он грамотный, что к нему можно в любой момент обратиться, и этот учитель поможет. Это были все новости к этому часу. Приятных выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова